В Африке не интернетовская страна, достаточно очень слабая скорость интернета. Отлично. А поставьте от 1 до 10 все, пожалуйста. Вот для вас звук, мой голос, вибрации моего голоса для вас хорошо идут. 10, 10, 10. Отлично. Здорово. У нас с Антоном уже такая традиция, мы по очереди друг друга представляем на абсолютно разных онлайн мероприятиях, то я его приглашаю, то он меня приглашает. И мы с ним уже пересекаемся разными темами, то он, как я уже говорю, приглашает меня, то я его. И такая достаточно у нас командная работа в плане обучения. И все потому, что мы вместе с ним и с многими еще ребятами, которые занимаются этим бизнесом не первый год, хотим поднять этот бизнес на новый уровень. Кто из вас хочет поднять этот бизнес на новый уровень, хотя бы начать с себя? Давайте так, поставьте, пожалуйста, плюсики. Кто бы хотел это сделать, да? Потому что, как в самолете, да, вот часто летая уже, не слушаешь там этот спасательный жилет, там, но прежде всего маску одеть себе надо. Да, и я сегодня хотел бы начать с того, что у меня уже есть около часа примерно, мне Антон сказал, что время до 20-30 по Москве, я в 20-30 должен сдать вам, но тем не менее у меня есть нестандартный подход сегодняшнего нашего вебинара. То есть вообще, в принципе, вы сегодня будете слушать, что для вас может быть не сразу усваивать, ну как бы ваш образ мышления не сразу может усваивать то, что я буду давать. Но тем не менее, я надеюсь, что ручка и листик у вас под рукой, вы сможете для себя записать, обязательно слушайте между строк. Я очень редко даю пошаговые инструкции, но я больше всего даю так, чтобы ваши мозги начали работать, и те, кто был на моих разных вебинарах, об этом знают. Я сегодня дам, кстати, пятишаговую модель создания ажиотажа вокруг вашего бизнес-предложения, так же, как и было заявлено в моем сегодняшнем выступлении, но тем не менее, тем не менее, хотелось бы… То есть я вижу так эффективнее, знаете, когда даешь человеку, пойди сделай раз, пойди сделай два, пойди сделай три, он это делает. Но когда он еще в некоторых моментах ловит свои внутренние инсайды, потом говорит, представляешь, я вот здесь вот симпровизировал, и у меня получился вот такой вот результат. И тогда это очень хорошо. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто уже участвовал в каких-то моих образовательных программах. Я имею в виду платных. Может быть, вы проходили тренинг «Холодные контакты», может быть, мини-МБИА, может быть, MLM онлайн, может быть, какие-то воркшопы, платные вебинары. Ого, ого, ого. Так, немалое количество людей здесь есть. Да, «Холодные контакты» сейчас это проходит, отлично. Кстати, «Холодные контакты» через интернет, мы побили рекорд свой собственный. Я, честно говоря, не знаю, есть ли кто-нибудь, кто еще в онлайн за год, у нас прошло 1360 человек тренинг в 4 потока. Хорошо, поставьте, пожалуйста, минусики, кто вообще впервые слышит меня. Вот прямо вот вы не слышали меня никогда до этого. Может быть, вы сами только недавно начали собственный бизнес, как говорится, да, и видите какого-то парня, который держит свой подбородок на фотографии. Отлично. Большое количество людей, которые тоже впервые слышат меня. Ну, давайте немного познакомимся, я расскажу вам о себе. И вообще вам рекомендую всегда любое выступление начинать с того... Можете уже записать себе в лист «Туду» или такой называемый «Лист задач», что любое ваше выступление должно начинаться с некой короткой истории. Кто знает, почему нужно начинать с истории? Кто-то читал книгу мою? Отлично. Мы сейчас выпускаем с милой колоколовой новую книгу. «Совершенствованный сетевой бизнес». Кто знает, почему нужно начинать с истории и почему? Почему, да, татология какая-то нет. Потому что истории продают. Потому что люди, которые слышат историю человека, они всегда моделируют и они проникаются жизнью этого человека. Когда они проникаются жизнью этого человека, у них выстраивается доверие. Я надеюсь, вы понимаете, что в зависимости вашего построения тысячной организации это рапорт к вам, это доверие к вам и желание идти за вами. Более того, если люди вас не видят гаранта выживания, то есть человека, с которым можно идти, и ты с ним сможешь создать бизнес. Я, кстати, могу достаточно очень откровенно говорить. Я видел переходы крупных топ-лидеров с разных сетевых компаний, в том числе и разных косметических компаний. Я видел, как выходили люди с одного бизнеса в другой. И люди бежали за человеком, даже зная, что они у него в пятом поколении, но лишь бы за этим человеком, потому что знали, что вместе с этим лидером они смогут вырасти. Это является неким гарантом выживания. Ну что ж, меня зовут Артем Мистеренко, я сам живу в городе Киеве, сейчас окажусь на севере Африки, провожу тут некоторое время, немножко решил окунуться в Красное море, подышать горячим сухим воздухом. Я в бизнесе 10 лет, и, честно говоря, у меня не очень впечатляющая история, вернее, она впечатляющая, но я бы не хотел, чтобы вы ее повторили. 5 лет из сетевого бизнеса я не зарабатывал. То есть с 2004 по 2008 с половиной, скажем так, я не зарабатывал деньги. Ну так, до 1000 долларов, я не считаю, что это доход. Знаете, это очень печальная история развития бизнесмена. Кто из вас тоже занимается бизнесом и не зарабатывает деньги? Кто из вас тоже занимается бизнесом, и у него нету дохода, так как он эмоционировал в начале, когда узнал о бизнес-возможности? Есть такие? Я знаю, что вы чувствуете, ребята. Я знаю, я 5 лет был в таком состоянии, серьезно. Для меня это было неудивительно, потому что я родился в простой семье, и в наш период, в 90-х годах, когда-то у нас даже не было ничего покушать, даже картошки не было. Да, у нас вот такая была печальная история. Но произошло некоторое откровение. Я за последние 6 лет, очень, не 6, наверное, все-таки больше, 4,5 года изучаю пул маркетинг, или так называемый магнетический маркетинг, как сделать так, чтобы клиенты, как сделать так, чтобы кандидаты находили тебя самостоятельно. Именно находили тебя и сами просили свой бизнес. И, конечно же, я смоделировал сегодня с вами некоторыми фишками, поделюсь. Заранее хочу принести вам свои извинения за то, что не смогу дать объективно за час всю масштабную информацию, которая у меня есть за 4,5 года. Ну, как говорится, не впихнуть мне невпихуемое за 1 час. Я дам вам базу, я дам вам базу. Но сразу вам тоже хочу сказать, что если вы поймете, что вам это интересно, и вы хотите это внедрить, и вы хотите использовать последние тренды маркетинга, у вас сегодня будет возможность попасть ко мне в новую образовательную программу, которая называется «Ажиотаж продаж». Если нет, я вам порекомендую, и вам достаточно будет базовых элементов, чтобы вы сами потом разобрались через Google и через разные книжки, может быть, примеры, может быть, что-то сами поискали, то, как можете сделать. В любом случае, вы должны получать удовольствие от того, что здесь находитесь, хотя я знаю, почему вы здесь. Если бы у вас, я знаю, почему вы здесь, давайте не будем это обсуждать, но тем не менее, я действительно вырос очень сильно за 2 года. Я создал организацию больше, чем 100 тысяч человек. Более того, у меня произошло некое такое, знаете, перевертыш в бизнесе, и я начал строить новые структуры, и покажу вам очень интересный ход. Я не знаю, кто-то ли тоже так делал. Я за 40 дней, примерно чуть больше, чем за 40 дней, заспонсировал в первую линию 75 человек, где вход в бизнес был 1000 долларов. Но давайте немножко я вам расскажу о себе сначала. Это мой дом, в котором я сейчас живу. Это результат нетворк-маркетинга. Это большое желание людей, которые приходят в этот бизнес. Это когда-то была моя мечта, это была моя фантазия. Вам видно сейчас картинку? Поставьте плюсики, вам видно этот дом? Да, это под Киевом. Вы знаете, это восхитительное чувство, когда у тебя семья живет в закрытом коттеджном городке, где твоими соседями являются знаменитые бизнесмены, артисты, продюсеры, политики, предприниматели, ведущие, звезды, экраны и так далее, и так далее. И ты живешь на уровне с них, и ты занимаешься сетевым бизнесом. К сожалению, именно в этом городке больше никто не занимается сетевым бизнесом, ибо я бы тогда знал бы это. И когда-то я, даже еще совсем недавно, еще год назад, когда я только купил этот дом, я его купил за полмиллиона долларов, еще примерно столько же пришлось вложить все остальное в ремонт и его благоустройство. Но это все дал Network Market, дал все сетевой бизнес, и я самый обычный, простой парень. Вот знаете, у меня нету никаких каких-то секретных секретов, но тем не менее есть несколько фишек. Это мой автомобиль, я люблю машины со вторым этажом, так называемые внедорожники, большие автомобили. Кстати, этот автомобиль я получил подарком. Это был автобонус от компании, с которой я сотрудничал в виде 50-ти тысяч долларов, где я получил деньги, через два часа я уже оплатил его и купил себе автомобиль. Такой был автобонус. У кого из вас нет машины, но хотел бы машину, и кто из вас имеет машину, но хотел бы обновить ее на другую марку, поставьте, пожалуйста, плюсики. Отлично. Это тоже возможно в сетевом бизнесе, тем более сегодня то, что я вам дам. Если вы будете меня внимательно слушать, это, конечно, будет нечто. Но на самом деле самое мое большое достижение – это моя семья. Справа моя жена Ксения вместе со мной, слева двое моих замечательных детей, двое малышей, два парня, два мальчика – Святослав и Артем. Одному три с половиной, другому год и два месяца. Они вместе со мной сейчас здесь, недалеко отдыхают. В бассейне плаваются со Святославом. Мы сейчас уже, видимо, Святослава тренирует уже тренер, профессиональный мастер спорта по футболу. Мы его готовим к сборной Украины, когда ему исполнится, по-моему, 18 лет, уже можно будет играть. Вот у нас такая с ним задача. И он сейчас уже тренируется, каждый день у него тренировка, ему только три с половиной года. Это самое мое большое достижение в жизни. И желаю каждому мужчине, чтобы у вас была такая женщина, которая будет из вас делать героя. А женщине желаю, чтобы у вас был такой мужик, который понимает, что каждый мужик должен зарабатывать большие деньги. И он должен зарабатывать очень большие деньги. И он не должен успокоиться, пока мяс не найдет такую же возможность это сделать. Он должен перестать спать тогда, но он должен найти для себя рычаги, которые позволят ему зарабатывать очень большие деньги. Но вы, в свою очередь, милые дамы, должны быть именно тем вдохновением, ради которых он это будет делать. Я хочу, чтобы вы были именно таким. Это 10 лет назад, я на фотографии, 2004 год. Я работаю здесь администратором ресторана в городе Харькове при ипподроме. Не обращайте внимания на женщину посередине с ее сыном, обращайте внимания на меня. Я слева в рубашке стою, где-то через месяца-полтора я начну заниматься сетевым бизнесом. Здесь мне, как я уже сказал, 24 года, моя прическа это 3-4 миллиметра роста волос. И знаете, не все так было хорошо в моей жизни до этого. И 5 лет, как я уже сказал, я занимался бизнесом, и я получил громаднейший опыт. И вы знаете, для тех, кто начинает этот бизнес сегодня в сетевом бизнесе, поставьте плюсики, кто занимается этим бизнесом совсем чуть-чуть. Ну вот буквально месяц, 2, 3, 5 месяцев, может быть, до года вы вливаетесь. Я вам очень сильно рекомендую проработать первый уровень сетевого бизнеса, это ваше окружение, ваши ресурсы. Это какой-то бизнес, он находится в некой прустрации фантастической галактики. Если вы обработаете свое ресурсное состояние на максимум, без перебирания, без того, у вас же просто эго вылазит. Когда эго вылазит, тогда оно, конечно же, сложно. Но вот когда вы это эго прячете и прорабатываете, тогда вы сможете использовать и интернет, и холодные контакты через интернет, и создать автоматизацию, и так далее, и так далее. Но нужно через это пройти. Сегодня я занимаюсь любимым делом, я мечтал с детства выступать на сцене, только я не знал, чем я буду заниматься. Я в детстве думал, что я буду петь, но не сложилось у меня с творчеством. Певец у меня не такой уж и хороший. А вот выступать перед людьми, самое большое достижение, последнее за год, вместе с моим другом и партнером Алексом Алимским, мы проводим образовательные программы среди традиционных предпринимателей. И теперь самое главное, я никогда не занимался традиционным бизнесом. Но если не брать то, что мы на одном базаре в 13 лет купили болгарский перец, перчик, и перевезли его на троллейбусе в сумки, и продали на другом рынке, обанкротившись моментально, потому что там была та же машина, что и на другом рынке. Это единственный мой традиционный... Так, спрос. Так, спрос это маловато, Дарья. Спрос это просто спрос. Так, шум вокруг чего-либо. Так, взрыв продаж, так, повышенное внимание, жажда. Хочу уже вчера, вот это больше подходит, да. Безумный спрос. Так, жаждущая толпа, отлично, жаждущая толпа, мы сегодня еще об этом будем говорить. Кипиш, прикольно. Так, огромные продажи, так, очередь за спиной из людей. Здорово. Как вы думаете, откуда эта фотография? Вы знаете, что это? Может быть, вы себя знаете. Почему несколько тысяч человек пришли постоять за булочкой и мясом, которую они в принципе могли бы сделать? Наталья, супер, что дефицит, немножко по-другому пишет, но тем не менее, дефицит это тема, это как раз то, что мы сегодня с вами будем делать. Да, это первый Макдональдс, и здесь стоят тысячи людей, потому что компания Макдональдс создала вокруг открытия первого Макдональдса ажиотаж. Все, что было недоступно. Внимание, ребята, послушайте. Я знаю то, что вы сегодня предлагаете людям бизнес-влог. Вы пытаетесь за час рассказать все, у вас из этого ничего не получается, вы потом добиваетесь от человека подтверждения того, чтобы он принял вашу заявку, даже не подозревая о том, что он даже не понял, куда его приглашают. Да, блин, это я вот там стою в девяностом году. Да, и это нормально. Компания Макдональдс сегодня считается одной из, ну она не самая прям, но в сотню самых крупных компаний она входит. Причем хочу вас заверить, давайте на другую картинку посмотрим. Как вы думаете, это куда люди стоят? Может быть, кто-то знает эту фотографию. Это продажа, не помню, то ли айфона 4, то ли айфона 5, да, вот. То есть, посмотрите, какой создан ажиотаж. Скажите, пожалуйста, а вы готовы к такому, чтобы у вас такая очередь людей была к вам в бизнес, чтобы люди вот настолько хотели к вам попасть в команду? Я просто через это прошел вот за последние два месяца, потому что ко мне в команду просилось где-то около 300 человек, наверное, в сумме, если взять 300. Аттестацию через моих помощников, ассистентов прошло человек 150, из них я 75 взял. Вы представляете, это, наверное, звучит очень странно для тех, кто начинает этот бизнес. Что это такое? Какая очередь? О чем вы говорите? Я не могу подключить трех человек, да, ага, Королев здесь у нас, я один из 75, да, подтверждает. Итак, ребята, смотрите, что такое, давайте сначала в двух словах объясню вам. Ажиотаж – это когда вы даете человеку информацию, но не предлагаете ему влог. Более того, чаще всего человек не знает полной, он не видит полной картинки. Это как пазл, да, это как пазл, собранный сначала на 30%, но в этих 30% должны быть крючки или так называемые триггеры, которые заинтересовывают человека и берут его за счет новизны. Запомните, за счет новизны. Что такое новизна? Обратите внимание, если вы просто предлагаете свой бизнес-предложение, которое говорите, вот, наша компания работает уже 10 лет, мы успешная компания, которая утвердилась, и начинаете бла-бла-бла, это абсолютно не привлекает людей. Но как только вы добавляете, что наша компания работает 10 лет, и сейчас она выходит на новый уровень, потому что создала инновационный какой-то подход к бизнесу, где мы вовлекаем инновационные технологии интернета, моментально у человека реакция меняется, абсолютно меняется. Какие компании применяют… Это вот я к вам набрасывал сегодня, у меня было чуть-чуть времени, я быстро набрасал на то, что я смотрю. Я смотрю на шоу-бизнес, вы, наверное, очень часто, у вас есть какой-то, наверное, любимый артист, за которым вы наблюдаете, и вы, наверное, не один раз видели, как он выпускает компакт-диск, новый альбом, да? Обратите внимание, что сначала на всех радиостанциях, это всегда так делается, всегда, своя собственная система создания ажиотажа. Сначала выпускается сингл, какой-то хит, согласны, поставьте плюсики. Тимати выпускает новый альбом, сначала играет хит по всем, его приглашают на Урте, Иван Ургат, его, значит, крутят в разных клубах, дискотеках, и просто звучит одна песня, все. Привлекается внимание. И разные музыкальные каналы, где собирается самая целевая аудитория, берут интервью, но скажите, Тимати, пожалуйста, когда же выйдет ваш альбом? Он говорит, но мы уже его записали, он у нас уже в обработке, мы где-то ожидаем в конце августа, в начале сентября, и люди, если вы думаете, что они ожидают в конце августа, в начале сентября, то это полное, как вам сказать, корректно, не знаю, какое слово подобрать, в общем, это неправда, потому что все заранее расписано по датам, какой день, когда открываются продажи альбома для того, чтобы создать огромный ажиотаж продажи. Я лично наблюдал за ним, когда он выпускал новый свой альбом, по-моему, 13 назывался, и в этот момент он просто везде инстаграммил и писал в Твиттер, там, за первые 5 часов продано такое-то количество, за первые 10 часов продано, это целая стратегия создания ажиотажа вокруг альбома, делается промо-ролик. Вы слышали? Вы понимаете, о чем я говорю? Поставьте плюсики, кто это, когда вот каждый артист так делает, потому что, если вы думаете, что ваш любимый артист, например, там, я не знаю, там, пускай это будет Филипп Киркоров, и он такой, здравствуйте, дорогие друзья, я сегодня выпустил новый альбом, идите покупайте, люди скажут, у меня вообще, что, мне заняться, что ли, нечем идти, даже ты мне нравишься, ну ладно, я куплю там через месяц, через два. Но если создается ажиотаж, вы сразу моделируйте себе, как вы это можете применить в своем собственном бизнесе. Потому что, вот я сейчас создал, мне достаточно было, я вам сегодня покажу 5 касаний, как нужно сделать, но иногда даже достаточно сделать 3 касания, как я сделал, для того, чтобы взорвать людям, которые требовали от меня, чтобы включиться ко мне в первую линию, и это так и было, хотя вход в бизнес тысячи долларов, понимаете, это немало. Дальше, давайте еще несколько моментов, для того, чтобы вам было понятно. Киноиндустрия, какой там фильм сейчас, Ниндзи-черепашки идут, например, да, обратите внимание, что буквально 3 месяца назад, 3 месяца назад, когда начался трейлер черепашек, люди смотрели на это и немножко так покрыли, то есть вообще любой фильм киноиндустрии, который выходит, он сначала показывает на целевую аудиторию перед какими-то другими фильмами, да, где транслируется просто трейлер, его несколько раз меняют, кстати, да, и уже в сам ажиотаж открывается окно продаж, это очень сильно похоже с инфобизнесом окно продаж, да, то есть фильм на больших экранах можно посмотреть только с 17 по 29 число, в этот период ты можешь посмотреть на больших экранах, если ты не успел туда попасть, хорошо смотри с экраном своего монитора, но может быть у тебя есть большой телевизор дома и домашний кинотеатр, что навряд ли, да, у 90% людей этого нету. И таким образом, создавая ажиотаж киноиндустрии, создают огромные продажи. Вы наверняка слышали, как в новостях киноиндустрии говорят, что этот фильм собрал за время проката, да, поставьте плюски, слышали вы такое? Этот фильм собрал за время проката такой-то объем миллионов, да, это как раз есть окно продаж, это как раз результат того, насколько был сделан ажиотаж. Даже очень плохой фильм, имея большую рекламную кампанию, собирает огромные бюджеты. Посмотрите на те же русские фильмы, да, которые были святы, там, Comedy Club, там, самый лучший фильм. Объемы были собраны, но фильм многим не понравился. Ну, еще и давайте, автомобили. Постоянно идет обновление новых моделей, IT-продукты, как мы уже говорили, там, айфоны, смартфоны, все время, да, аксессуары разные, инфомаркетинг. И сюда же я подключаю для вас ML-маркетинг. Обратите внимание, что вы сегодня, вообще, тренд маркетинга. Не, давайте, о тренде я вам скажу немножко позже. Итак, для того, чтобы создать ажиотаж среди ваших целевых аудиторий, среди ваших людей, которые являются вашими кандидатами, я надеюсь, что вы, да, еще говорят лидеры проката, абсолютно верно, да, то есть кто больше всего сделал продажи, да, за это время. Я надеюсь, вы понимаете, что у вас есть свой аватар. Аватар, то есть портрет вашего кандидата, которого вы ожидаете у себя в бизнесе. У меня, например, есть абсолютно живой портрет человека, которого я жду в бизнесе. Причем это девушка, которой 40 лет сейчас, ее зовут Наталья. Она разведена, у нее есть двое детей, она успешная бизнес-леди, которая владела своим собственным бизнесом, но прогорела. Кто из вас для себя создавал такой аватар потенциального партнера, который реально может дать очень большой результат? Есть ли у вас? Нет. Кто из этого, кто делал, да кто не делал? Большинство людей? Нет, да, нет, да. Обязательно вам нужно даже просто прописать, то есть кого вы ждете к себе в бизнесе. И когда у вас это будет, понятно. То есть у вас могут приходить и молодежь, и мужчины, и пенсионеры, и студенты, но аватар один человек, которому вы можете делать несколько даже аватаров, это момент, который будет понятен, кого вы ожидаете для того, чтобы вы могли привлечь этих людей. Но все равно в нетворк-маркетинге ажиотаж состоит из пяти касаний. Давайте разберем абсолютно каждое. Первое касание – это некое информационное сообщение, которое может находиться либо в видеоформате, либо в текстовом формате. И это видео или текстовый формат направлено на некое… То есть люди, им нужно открывать постепенно. Кто из вас был в очень дорогом ресторане? Поставьте плюсики. Вот очень дорогой ресторан, типа Пушкин в Москве, например, или в Киеве может есть такой ресторан «Лео», где вам никогда в жизни не принесут салат или горячее блюдо после того, пока вы не скушаете предварительное. То есть такой степ-бай-степ, знаете, вот все очень порционно, аккуратно, на высоком уровне, специальные приборы красивые и так далее, и так далее. Представьте, что ваш кандидат получает некое видео, просто некое видео, где вы не рассказываете ни в коем случае маркетинг-план или кружочки, где вы не рассказываете о том, что ваш президент где-то общался с фараоном каким-то, и он получил лечебную формулу кальция в кальция, и теперь только вы знаете, как продлить человечество. Нет, ни в коем случае. Вы заинтересовываете, причем после моего первого видео, после моего первого видео у людей больше вопросов возникало, чем ответы. И это правильно. Мы сделали такое видео, мы это я и мой, я и я, такое видео, которое вызывало бурный интерес, потому что я привязал туда инфомаркетинг, это бизнес будущего, я надеюсь, вы следите за трендом инфомаркетинга. Кстати, я бы хотел вам сказать, что сегодня продвинутые предприниматели сетевого бизнеса, причем как на Западе, так и здесь, на Западе опять они вернулись, они от этого уходили, сейчас обратно вернулись. У вас, по сути дела, ваш пик карьеры в сетевом маркетинге, это когда люди, другие абсолютно люди, будут покупать ваши знания, и платить вам за это немалые деньги. Ну вот примерно за несколько дней вы можете получать 20 тысяч долларов, потому что вы запаковываете свои знания о том, как создать бизнес, о том, как создать, кому это вообще идея нравится. Или поставьте плюсики, кому интересно было получать несколько источников дохода из сетевого бизнеса. Не только чеком своим, вот как бы, да, чек, 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 вот только людей подписываю, больше нигде. Или вам было бы интересно, чтобы у вас были какие-то свои образовательные программы с персональным ростом, связанные с построением бизнеса через интернет, работая с людьми, как продавать. То есть вы можете быть автором как минимум 15 программ. То, что может работать у вас просто на автомате, да, работать на автомате, и то, что для вас это будет приносить деньги. Вот для вас обязательно сегодня, то, что я дам сегодня ажиотаж в продажах, возможность получить первыми то, что мы сделали, это невероятно. Жалко, что мне видно, сколько людей. А вам видно, сколько людей? Ага, 525 человек, здорово. Продолжаем тогда. Итак, вернемся к первому видео. Причем хочу вам открыть тренд маркетинга. Это, конечно, из области личного моего коучинга. То, на чем сейчас акцентируют часть очень крутых бизнесменов в интернете, которые зарабатывают десятки миллионов. У вас должно быть примерно 20 одностраничных сайтов, на которых вы предлагаете разные названия, связанные с продажей, с выбором ниши, с интернет-маркетингом, с инфобизнесом, просто с маркетингом, с созданием пассивного дохода, с созданием источников и так далее. Вы создаете до 20, а лучше еще и больше, разных так называемых лендинг-пейджов или захватывающих страниц, которые ведут на один и тот же курс или на одно и то же видео, о котором я вам сейчас говорю. То есть вы создаете входящую воронку, это, конечно, очень дорого для кого-то, тех, кто усвоит это, это, конечно, очень дорого стоит, но тем не менее. Ваш вход в воронку не одна страница, а 20 страниц с разными названиями, которые покажут, которые работают лучше всего. Вы только направляете туда трафик, и он конвертирует в это первое видео. Вообще, мы сегодня работаем над настоящей автоматизацией, потому что то, что я сейчас обучаюсь на западном рынке инфобиза, инфомаркетинга, но они так не называют инфомаркетинг, больше онлайн-маркетинг. Я сейчас лечу в Лос-Анджелес, потом буду в Мексике сразу. У меня просто вынос мозга, то, что можно применить в MLM-бизнесе на автоматизацию. Знаете, у людей, которые приходят в нетфорк-маркетинг, есть три вопроса. Первое – создать структуру. Второе – сохранить структуру. Третье – приумножить структуру. Вот я знаю, как создать структуру, вообще не вопрос. Я не знаю, сколько бы вы хотели людей в первой линии. Реально, напишите, какую цифру вы хотели бы, чтобы у вас был человек в первой линии, который работает реально. Так, какие интересные у нас разные аппетиты разные у нас тут сегодня на мероприятии. 20, 30, 25, 20, 30 тысяч долларов. Отлично, прикольно. Вот представьте, что такая выстроенная цепочка на специальном сервисе, где у вас есть 20 сайтов, которые каждый день генерируют на первое видео, где будет записано по определенной технологии, направленное на интерес. То есть людям нужно приоткрыть занавес. Наверное, все вы знаете, у кого есть коты, это подтвердят. Что если вы заходите в комнату и закрываете дверь, и кот это увидел, он начинает шкрябать. Ему срочно надо в эту комнату. Если вы немножечко приоткроете дверь, он в нее проскользнет. Если вы сразу откроете, он убежит. Вот то же самое психология кандидата. Вы даже не представляете, насколько просто можно спонсировать людей, не заморачиваться вообще через интернет. У вас главное, чтобы у вас попадало в эту воронку, ну как минимум, человек 30 ежедневно. Причем самое интересное. И первое видео, оно, знаете, оно... То есть вы в этом видео показываете возможности, которые человек получает. Возможности, которые получает человек. То есть вы не называете ни компанию, вы как не называете маркетинг-план, ни продукт. Вы просто говорите, здравствуйте, меня зовут Артем Нестеренко, и в этом видео я хочу с вами поговорить о новой ниши бизнеса, которая связана через интернет. Я хочу вам рассказать о тех возможностях. Прежде всего, чем мы с вами проработаем, мы там поговорим о возможностях. И вы просто продаете то, что человек реально получает в результате бизнеса. Обратите внимание, большая ошибка, причем 99,9% людей. Люди рассказывают на презентациях в сетевом бизнесе, причем кто-то из вас себя узнает. Рассказывают, как у них будет, когда они войдут в бизнес. Нужно показывать картинку, как у них будет, когда они построят бизнес. Ребята, нужно будет показывать, картинку показывать, что с ними произойдет, когда они построят организацию в тысячи человек. Что у них будет, когда у них организация будет в 10 тысяч человек. Вот как они тогда себя будут чипствовать. Вот это является очень круто. Кстати, у кого из вас есть сайт? Поставьте плюсики, у кого из вас есть сайт. Давайте короткий тест. Короткий тест. У кого из вас есть сайт, поставьте плюсики. Отлично. У сайта есть три задачи. Первая. Группа ВКонтакте нет. Именно я про сайт. Это может быть блог, это может быть сайт. Смотрите, что три. Запишите себе. Первое. Ваш сайт еженедельно должен давать качественный контент. Первое. Вы должны просто стать генератором огромнейшего количества полезнейшего контента. Полезнейшего. Такого, чтобы у людей аж ушки связывались между собой. Понимаете? Первое. Это первое. Каждую неделю видео, статьи, интервью, PDF-отчеты, мини-книга, аудио, вебинары, видео, статьи, PDF-отчеты, видео. И вот каждую неделю вы должны генерировать огромное количество контента. Каждую неделю. Второе. Ваш сайт, он должен создавать базу вашу, базу ваших подписчиков. Базу подписчиков. Если у вас нет своей базы, напишите, кто из вас есть базу. Кто из вас владеет своей собственной базой. В каком количестве? В каком количестве? У меня база среди сетевиков под 45 тысяч человек. У меня есть еще база 27 тысяч людей. Это с традиционного бизнеса, обычный предприниматель. Так, вот смотрите. Есть немножко так. 2007 человек. Так. 10 тысяч 156. Смотрите, насколько пустой рынок владельцев баз. А вы знаете, все очень просто. Я вышел на 10 тысяч долларов, когда у меня база стала 10 тысяч человек. И у меня примерно каждые 3 дня из моей базы люди подавали запрос для того, чтобы присоединиться ко мне. Потому что я был на слуху. Потому что я выстраивал с ними доверительные отношения. Я надеюсь, что люди, которые пишут, что у них там 10 тысяч базы или тысяча, то у вас эти базы получены не способом собирания самим, да, e-mail'ы, а вы сделали какую-то этическую взятку. Вот, например, у меня на блоге artyomniesterenko.com есть сразу наверху сайте. То есть получить видеотренинг, как привлекать клиентов из интернета, направлено на традиционных предпринимателей. И она каждый день там дает, я не знаю, 40, 50, 60 человек на автопилоте. То есть новые люди заходят, и это каждый день дает. То есть даже если 40 человек, то это больше тысячи человек в месяц дает. То есть ваш сайт, он должен генерировать для вас базу подписчиков. Кстати, те, кто попадут в ажиотаж продаж, у нас с вами будет личная консультация, и мы с вами сделаем двойную даже ключевую такую онлайн-консультацию, для того, чтобы вы бы мне показали, как вы выстроите цепочки создания вашей базы. А потом через годик где-то мне пришлете 1020 долларов в виде благодарности от себя за то, что вы наконец-то начали выстраивать базу свою. Потому что я смотрю на теми людьми, которые начали владеть базой даже в 4000 человек. У них бизнес, во-первых, свой вырос, во-вторых, они смогли создать огромные источники дохода благодаря этой базе. Третий элемент. Ваш сайт, он должен, ну в данном случае, если вы занимаетесь нетворк-маркетингом, то он должен давать вам кандидатов. Вот три задачи. Первое, вы генерируете контент. Второе, ваш сайт генерирует для вас партнеров, подписчиков. И третье, он создает для вас кандидатов. Если у вас еще традиционный бизнес, то он делает продажи. Окей, хорошо, смотрите, что происходит после первого видео. Человек, который познакомился с некими возможностями, которые могут для него открываться. Мы в этом видео еще немного открываем про проблемы, с которыми сталкиваемся с предпринимателями, и тут же показываем решение. Но самое главное, после первого видео вовлечь человека в некое касание. Чтобы вовлечь его, написать, напишите, пожалуйста, мне в комментариях внизу, а какими вы бизнесами занимались, или какой у вас опыт есть. То есть нужно задать какой-то очень легкий вопрос, который позволит человеку быстро на него ответить. Если вы вовлекаете человека в это, то у него, он становится частью этого всего. Кто понимает, о чем я говорю по поводу вовлечения, не просто прослушать, а вы ему даете еще такое задание с экрана. Такой, дорогой друг, под этим видео есть комментарий. Напишите мне, пожалуйста, занимались ли вы бизнесом, какой у вас опыт в бизнесе, на какие вы ниши рассматриваете и так далее, и так далее. Чтобы вот его вовлечь в то, чтобы он написал вам что-то. Такой очень легкий вопрос. И после этого вы ему говорите, встретимся с вами во втором видео. Второе видео, оно идет на некое укрепление и увеличение интереса. Укрепление и увеличение интереса. То есть мы начинаем поднимать планку. Мы приоткрываем, может быть, индустрию, называя цифры индустрии, миллиардные товарообороты. Тот бизнес, о котором я с вами поговорю. Либо он прогнозируется, объем продаж такой. Либо какие-то компании уже сделали такие объемы продаж. У вас будет уникальная система. Кстати говоря, вы сможете путешествовать с ноутбуком. То есть вы поднимаете такую некую планку, некую планку поднимаете заинтересованности, но проводите по самым главным преимуществам, которые могут зацепить вашего кандидата. Запишите себе. То есть вы проводите по таким неким, по высочайшим преимуществам. Более того, если вы еще назовете некие мифы, разобьете пару мифов, которые есть, связаны с вашим бизнесом, например, опять же, в этот момент человеку начинает немного... Ему хочется узнать все, но мы не пускаем его. То есть мы всю дверь не открываем, понимаете? И это, представляете, если это все работает на автоматизации. Кто бы хотел такую систему поставить? Серия видео. У вас каждый день на это видео регистрируется, пускай, 30 человек. Давайте 1200 человек, я думаю, в месяц. Чтобы отобрать себе 5% даже от этого, чтобы 50 человек в месяц к вам зашло, я думаю, для вас хватило. Представляете, у вас цепочка. Это все работает автоматически. Первое. У вас есть воронка спонсирования, в которую заходит больше 30 человек в день. Они смотрят первое видео. Вы сможете отслеживать, это все работает автоматически. Потом он попадает на второе видео, где вы увеличиваете его интерес. Увеличиваете его интерес на максимальный уровень, и таким образом вы просто поднимаете его пик. Здесь, кстати, тоже нужно вовлечь. Вовлечь на то, чтобы он что-то сделал. Какой-то написал. Вот я очень хорошо применял это в инфобизнесе, когда написал. Напишите, пожалуйста, есть ли у вас, допустим, в нашем моменте, у кого из вас, как попадать на второе видео, я сейчас чуть позже объясню. У кого из вас бизнес, которым вы занимаетесь, и вы можете продавать свою концепцию бизнеса так, что вы можете человеку сказать, ты сможешь строить этот бизнес путешествуя. Напишите плюсики. Напишите плюсики, если вы на своей презентации часто говорите об этом, что вы можете заниматься этим бизнесом, и при этом путешествовать. У кого из вас есть? Вот для вас классная будет фишка в том, что вы человеку говорите, напиши, пожалуйста, в комментариях, как бы изменилась твоя жизнь, если бы ты смог иметь свой собственный бизнес, который не привязан к твоему городу. И ты мог бы его строить с Африки, как я сейчас веду для вас вебинар, с Азии, с Россией, с Украины, с Европы, с Соединенных Штатов, с Австралии, да хоть откуда, где бы ты ни был. И ты говоришь, напишите в комментариях, как бы изменилась ваша жизнь. Представляете, такой вопрос. Я когда писал там по поводу, как бы ваша жизнь изменилась, если бы вы 800 человек обрабатывали за месяц, люди писали такие развернутые комментарии. Кстати, в тренинге «Ажиотаж в продажах» я все разобрал письма, все видео, которые предлагаются для создания такого ажиотажа. Часть из вас сможет их получить. Следующее, следующее, третье касание открывает часть проекта. Вот в третьем видео, это третье касание, оно создает уже полные ответы на вопросы. То есть мы, человека, достаточно уже раздразнили примерно в течение недели. Он получил, к примеру, в понедельник первое видео, в четверг получил второе видео, и приходит в понедельник, он получает третье видео. Все это работает автоматически, я хочу вам напомнить. То есть это не вы высылаете ему. Хотя и можно вручную еще, если вы с кем-то лично общаетесь. Вот я сейчас, например, если ко мне человек спрашивает, кто тут писал? Тимофеев с Красноярска. А чем ты занимаешься? Я вообще ни слова тебе не скажу. Я тебе могу дать видео, если бы я вовлекал. Но я сейчас просто не строю первую линию. Но если бы я строил первую линию, я бы тебе сказал, посмотри мое видео, и там дальше есть, выполни все, что там говорится в этом видео. И мы с тобой уже встречаемся либо после третьего видео, либо мы не встречаемся, потому что у меня нет времени. Сегодня, я считаю, что предприниматели нового формата, у вас должны быть, вы не должны постоянно бла-бла-бла-бла-бла-бла с утра до вечера, если у вас выстроена такая цепочка. Кто бы из вас хотел, чтобы у вас была выстроена цепочка, которая дает понятную конверсию. И вы занимались уже... То есть, к вам только поступает подрядчик ваша, ваша цепочка интернета. Выстроена, и вы это получаете. Вот это так работает. Но смотрите, что происходит в третьем. В третьем касании вы... Это третье видео. Вы создаете открытость, уже где вы рассказываете конкретно название проекта, конкретно результаты обязательно ваших партнеров, которые есть уже. Вы просто показываете самые-самые большие преимущества проекта, но уже в цифрах. Ни в коем случае маркетинг-план не рисуете. На маркетинг-план можно будет сделать отдельное видео, где рассказан маркетинг-план. Но отдельное видео, потому что для этого нужно разобраться. И то, маркетинг-план нужно рассказывать правильно. Обычно люди его сейчас неправильно рассказывают, потому что нужно показать, что нужно сделать, чтобы зарабатывать 1000 долларов, что нужно сделать, чтобы зарабатывать 10 тысяч долларов и, к примеру, что нужно сделать, чтобы зарабатывать 50 тысяч долларов, вот так нужно показывать маркетинг план, а не рисовать статусы, квалификации и так далее. Нужно показывать, что в результате будет, бабло, люди приходят за деньгами, да, вот поставьте десяточку, кто пришел за деньгами в сетевой бизнес, я лично пришел за деньгами, я просто не ожидал, что я смогу столько зарабатывать на тот момент, сейчас мне мало и этого, но я пришел в бизнес за деньгами, тогда пришел за 1000 долларов. окей следующий момент четвертое касание некоторые люди готовы будут кстати говоря некоторые люди после третьего касания готовы будут к вам заходить уже в бизнес если причем можно выстроить так технический момент что если человек говорит да мне это интересно я хочу он попадает к вам уже на личную например интервью где вы объясняете человеку как начать он не с этим вопросом расскажи мне о компании вы такие наша компания родилась 78 году она будет не говорить да то есть вы уже он будет так все понятно продукт понятен маркетинг понятен компания понятно хорошо первые шаги мои что-то ты говоришь ты покупаешь кейс там да вот инвестируй сюда оплачив сюда регистрируемся мы с тобой составляем план и тебе нужно еще будет пройти там систему там обучение модульный пример как у нас на построен кстати это самая идеальная система обучения знаете как у нас выстроена модульная система есть первый модуль человек получает первый модуль он получить второй модуль может только после того когда сдаст домашнее задание первого модуля представлять у нас люди у нас сейчас два модуля мы сейчас 3 скоро сделаем подождем одного из наших коллег связан с автоматизацией если человек не заинтересовался вы создаете четвертое касание через тест или аудит который уводит кандидата в жуткий стресс связан с правотой его с правда его жизни что это может быть это самая элементарная штука это показать что ним произойдет если он в жизни ничего не поменяет просто покажите ну на 20 лет вперед я хочу другу пройти тест из его не из замечали пример средний свой доход полторы тысячи долларов в среднем пример и может тысяч долларов и будем показаться что если чего не произойдет то ничего не произойдет Просто скоро уйдешь из этой жизни, так и ничего не сделав, потому что ты просто не принял решение где-то поменять. Вот это на самом деле очень отстегивает. Ну и пятое касание, которое очень важно, это продажа результата, который человек получает в идеальной картинке. То есть смотрите, что у нас в целом есть. Я, кстати, предупреждал, что не все это поймут. А поставьте от 1 до 10, насколько вы это вообще понимаете то, о чем я говорю, от 1 до 10, насколько это можно прикрутить к вашему бизнесу. Можете дать мне фидбэк? Так, 9, 10, 5, 7. Я говорил, что не всем это будет понятно, но тем не менее. Так, 6, 9, 7, 10. Хорошо, понятно. Знаете, я не помню, кто, по-моему, Джек Кенфилд говорил, да, что обучайся у тех, кто выше тебя на уровень или на 10 уровней, иди бок о бок с теми, кто с тобой на одном уровне и обучай тех, кто слабее тебя. Скажите, пожалуйста, я знаю, что обучай тех, кто слабее тебя, это точно. Вы учите кого-то, поставьте плюсики, кто из вас является уже таким учителем, дает советы, показывает, как нужно жить и так далее, и так далее. Поставьте плюсики. Если вы не ставите плюсики, я вам не верю, что вы никому не даете советы, особенно тем, кто, может быть, послабее финансово или еще как. Отлично. Хорошо, поставьте плюсики, с кем вы все время держитесь, те люди, которые с вами на одном уровне, которые могут вас чем-то дополнять, которых вы можете дополнять, насколько вы это делаете. Делайте. Приравнивайтесь вы таким людям. Хорошо, поставьте восклицательные знаки, кто из вас обучается в платных образовательных программах у людей, которые сильнее вас. Именно в платных. В бесплатных, это, знаете, это на книжечках выучить акидо или научиться плавание, это не это. Вот, отлично. Те, кто ставят восклицательные знаки, у меня для вас самое... Очень большое уважение, потому что, если вы идете в образовательные программы, потому что мне для того, чтобы выстроить технологию, причем, как Антон сегодня упоминал, одного из российских инфопредпринимателей, я процитирую его, он говорил, что есть две категории людей. Первый, который хочет узнать, как это работает, и есть вторая категория людей, которым пофиг, как это работает, главное, чтобы приносило результат. Вот для меня было важнее второе, потому что, когда ты вложил в эту технологию 30 тысяч долларов, тебе важно было, чтобы ты получил результат. Результатом этого стал, конечно же, очень высокий уровень. Я вам всем очень рекомендую, ребята, если у вас все очень плохо в бизнесе, особенно на тот вопрос, который я задавал сегодня повыше, да, кто не зарабатывает. Я начал зарабатывать после того, когда начал вкладывать свои мозги в платные образовательные программы. Причем в образовательных программах важно, чтобы тренер или спикер, или человек, который обучает, он требовал с вас результат. Вот у нас в холодных контактах, к сожалению, уже там закрылся набор, мы уже никого не набираем, у нас там взята группа, мы идем, чуть больше 100 человек. У них фишка в том же, они получили первый модуль, частично кто-то из них здесь присутствует, и они знают об этом. Что второй модуль можно получить только тогда, когда ты сдашь полностью домашнее задание, и оно будет сделано правильно. Как вы думаете, насколько эффективность вашей работы и вообще вашей персональной эффективности будет повышена, когда с вас требуют результат? И по-другому, либо вы сдаетесь, и для вас это тоже, кстати, знаю, или когда вы выполняете домашнее задание, если вы неправильно сделали, вам подсказали, естественно, вас не отшлепали, но подсказали, как нужно сделать, хотя иногда и шлепка, знаете, помогает, да, тогда вы и получаете. Вот я вам всем, просто запишите, это самая главная инвестиция. Я первый раз, кстати, поехал к нашему общему знакомому с Антоном, Дмитрию Смокотину, это был мой первый платный тренинг, который назывался «Бизнес-режиме нон-стоп». Я поехал за два дня, и меня просто разворотило мозг, особенно вторым днем по поводу создания базы подписчиков и там привлечения интернета. Знаете, я ехал в поезде назад, тогда еще денег на самолеты не было, я просто вот не спал всю ночь в поезде и думал, какие открываются возможности. И думал, почему я такой, извините за слово, дебил, раньше не ездил на платные образовательные программы. Поэтому я вам очень, очень сильно рекомендую идти на образовательные программы, потому что это самая сильная инвестиция. Причем, не важно, сколько она стоит, поверьте, вы отобьете, потому что ваша будет ценз. Итак, лучший формат – это видео в ажиотаже, создание ажиотажа, где, причем, видео может быть сделано не тогда, когда вы стоите там перед камерой. Это можно сделать в виде камтазии, это можно сделать в виде слайдов, где будет ваш голос. Как сейчас, например, я показываю вам слайды и говорю, для многих людей из вас это облегчит вот такой формат. Если вы такой смелый, как я, то можете записывать видео, потому что видео еще больше показывает вас. Я вначале говорил по полу людей, за которыми хочется идти, если вы обретете просто уверенный голос, это очень сильно повысит конверсию вовлечения людей к вам в бизнес, даже просто голосом. Поверьте мне, даже такая мелкая тонкость, она очень сильно на это срабатывает. И лучший формат – это видео. Опять же, смотрите, я вначале уже об этом говорил, но тем не менее, когда вы получаете контакты человека, вы владеете ситуацией. Если вы не имеете e-mail, в данном случае самый лучший результат – это e-mail. Причем технику можно отстроить так, что, представьте только на минутку, человек вписывается к вам в воронку, и вдруг ему приходит письмо, и он не видит это письмо. Можно сделать так, что к нему будут приходить письма с разными заголовками, но с одним и тем же текстом до тех пор, пока он не кликнет на видео. То есть шансов у 30 человек, которые каждый день к вам подписываются, нет шансов ускользнуть куда-то. Вот я начинал вести базу подписчиков, отправил письмо, открыл 15%, ну и хорошо. Сейчас есть такая технология, которая позволяет сделать так, чтобы максимально повысить конверсию людей, которые будут смотреть это видео. Но самое лучшее – это e-mail, потому что вы можете этих людей, когда у вас соберется база, и пригласить на вебинар, то, что мы в холодных контактах прорабатываем, вы можете пригласить его на новое видео, на дополнение какое-то, на какое-то срочное сообщение, которое можно записать и выслать ему. Это очень сильно срабатывает. Так вот, давайте мы уже подведем такой некий итог. На этой технологии я занимаюсь инфобизнесом не так давно, может где-то около трех лет, причем очень много под камер. Только вдумайтесь в этот результат. На системе ажиотажа, который я вам только что рассказывал на протяжении 40 минут, создание вот таких касаний, касаний людей, заинтересованности, где мы это называем с Алексом, с моим партнером, называется спиральная динамика. Это в данном случае спиральная динамика заинтересованности людей, где мы с каждым витком повышаем интерес, но не говорим, как он это может получить. Вы даже не представляете, мы за один год сделали объем продаж в инфобизнесе более чем на 19 миллионов рублей. А если вы понимаете, что такое инфобизнес, то себестоимость товара в инфобизнесе, она практически минимальная. Только есть определенные проценты с партнерами, если ты партнеришься. Как бы вам, хотели бы вы получить систему, которая позволяет вам, а я вам говорил, что вы, кстати, в идеальной формуле, вам уже сейчас нужно об этом думать, как вы можете выстроить стратегию, чтобы создавать свои образовательные программы. Я, конечно, понимаю, что особенно тем людям, которые только пришли в сетевой бизнес, о каких образовательных программах можно говорить, но тем не менее, ребята, это выше ваш пилотаж будет. Я хочу сразу ориентировать на самый высокий профессиональный уровень. Конечно же, вам нужно идти степ-бай-степ, но тем не менее, когда вы начинаете… Мы запустили, это было ровно год назад, в августе месяце, когда я запускал образовательную программу. По системе ажиотажа, причем так прикольно было, что мы продали, по-моему, на 70 с чем-то тысяч долларов за 36 часов. На 70 с чем-то тысяч долларов за 36 часов. Я потом осенью сделал запуск по этой же технологии. Мы продали на 110 тысяч долларов, потом мы в апреле сделали на 160 тысяч долларов и запустили вообще другую образовательную программу с другим автором. Ну, мы там немного сделали, но сделали 1 600 000 рублей. И последний запуск сейчас, он тоже показал, почти 80 тысяч долларов. И это то, что сегодня… То, что сегодня… Я считаю, вот продажи, они изменились. Если вы сможете сделать такие касательные видео, которые… Я даже сегодня смотрю, там, Брендер Буршат или Фрэнк Кёрн, создают именно цепочки создания ажиотажа, где они покажут и ценность, обязательно, да, и ценность, и показывают то, что человек может получить окончательную формулу. Но теперь внимание, как я это привязал к сетевому бизнесу. За 40 дней, начиная с 10 июня, я спонсировал 75 человек в первую линию. 69 из них зашли на 1000 долларов, это был максимальный вход, и 6 человек зашли на 400 долларов. Причем они дали мне обещание, что они сделают апгрейд частично из них. И для меня, первый, помните, я вначале говорил, или в середине, что у предпринимателей сетевого бизнеса есть три задачи. Первая – создать структуру, вторая – сохранить, третья – приумножить. У меня создать структуру вообще вопрос не стоит. Я бы каждому из вас желал бы, чтобы вы это сделали. Потому что вот создание ажиотажа среди людей, причем это такая порционная умение создавать дефицит, умение создавать искусственный дефицит. Я бы в этом тренинге «Ажиотаж продажи» очень сильно акцентирую на то, как люди реагируют, когда создается именно реально дефицит. На чем он создается? Он создается и на количестве, и на времени. Тогда это очень сильно срабатывает. Ну что ж, уважаемые друзья, поставьте плюсики. Кому бы из вас хотелось бы реально узнать, в принципе было бы интересно узнать формулу более глубокую, шаг за шагом, как это можно сделать. Я, честно говоря, узнал, что вот саммит, я совсем недавно вспомнил, что я тоже дал Антону и Евгению согласие, и вот буквально позавчера я говорю, слушай, у меня же там выступление, по-моему, да? И я не хотел этого давать. Я хотел просто перед вами выступить, но я, к сожалению, знаю, что то, что я вам сейчас дал, вы просто останетесь с вопросом большим. К сожалению, у меня не так много времени, которое я могу рассказать полностью. Но я на прошлой неделе зафиналил свой новый видеокурс, который называется «Ажиотаж продаж». Со всеми примерами писем, с разборами писем, со всеми разборами видео. Как записать видео, на что акцент делать, где, как, что, первый шаг, второй шаг, третий, какие преимущества называть, какие результаты показывать, и так далее, и так далее, и так далее. То есть у меня есть конкретно такой видеокурс. Если вы хотите узнать про это, я могу вам дать ссылку. Но я на самом деле не собирался это сделать, но поговорил с Антоном, понимаю, что часть людей здесь, вам было бы это интересно узнать. Поставьте плюсики, кому из вас было бы интересно, хотя бы узнать, что это такое, сколько оно стоит, и как его получить. Можно ли для вас? Потому что мы на самом деле будем делать его запуск чуть-чуть попозже, но вы сейчас можете быть моими первыми результатами, а я за результаты берусь. Если вы готовы, тут, конечно, от вас еще нужно, если вы готовы это делать, то я готов с вами поделиться. Так, давайте я сейчас вам скину ссылку и расскажу вам, что туда входит. Так, вот вам ссылочка. Нажмите, откройте. Это страница. И сам видео тренинг, он состоит из нескольких модулей. Первый модуль – это как раз создание ажиотажа и вовлечение в процесс. Пошаговая инструкция, где я в видео рассказываю вам о том, как записать видео, что должно быть первое, как представиться, как рассказать о преимуществах, о выгодах, о проблемах, как показать решение, как вовлечь в саму технологию, чтобы человек не остался равнодушным. Дальше. Второе. Разбиваем мифы и делаем дефицит. Это как раз повышение ажиотажа. Создание дефицита – это очень качественный навык, который вы можете получить. Опять же, ребята, если вы не нацелены обучаться в платных, где можно получить реальный результат, не вопрос. Сейчас буквально 10 минут, у нас будет следующий спикер, который с вами поработает. Для тех, кому нужен результат, еще раз говорю, третий модуль. Повышаем до предела ажиотаза через результаты и вводим шаблоном в горькую правду. Это то, что я с вами частично приоткрыл. Здесь я конкретно, как вы понимаете, я не смогу за час вам все дать. Вы, конечно, можете сами попробовать это сделать, но вот конкретная фишка, как мы сделали 19 миллионов рублей на инфобизнесе, как заспонсировать 70 человек в первую линию. И четвертый модуль – это продающее видео с высокой конверсией. Дальше я решил добавить вам здесь бонусы и специально для этого видеокурса сделал разбор разогревающих писем, плюс даю вам цепочку из 20 писем с конкретными, то есть это конкретные шаблоны. То есть вы просто скопировали и вставили, поменяли под свою тему и использовали, даже не надо ничего придумать. Тут разбор продающих писем, разбор писем с интригой и шаблоны писем для привлечения партнеров с… Ну, это тоже готовые шаблоны. Дальше. Я хочу сделать следующее. Первые 15 человек, я возьму только 15 человек, вот стоимость его, сейчас 50% скидкой делаю, его стоимость 500 долларов. Я не знаю, насколько вы можете это оценить, потому что я вложил в это 30 тысяч долларов, это принесло уже как минимум полмиллиона долларов. И если для вас это важно, получить от меня конкретно эту формулу, то вас всего лишь за 249 долларов, это 50% скидка всего лишь на сутки для вас. И для того, чтобы усилить, первые 15 человек, которые зарегистрируются в видеокурс, получают от меня личную коуч-сессию стоимостью 500 долларов. Но у нас будет с вами две коуч-сессии, это я сейчас решил. Сначала в первой коуч-сессии я дам вам задание о создании воронок на привлечение трафика. Второе, мы с вами проработаем много разных моментов по этим видео, под вашу компанию, разработаем именно стратегию, как вашу компанию представить во втором и в третьем видео. То есть мы создаем с вами персонально конкретную такую технологию. И после этого вы мне показываете домашнее задание. Кому бы из вас было интересно поработать со мной лично, чтобы я проверил ваше домашнее задание по видео конкретно? Поставьте плюс. В принципе, кому бы это было бы интересно, чтобы я вам дал задание, вы это сделали и я вас подкорректировал, подправил. Так, отлично. Если у вас есть... Я беру только 15 человек, Светлана. То есть те, кто первый зарегистрируется сюда, тогда получат мой личный коучинг. Только 15 человек. Давайте так, давайте 17. Давайте 17. Я смотрю, уже пошли регистрации. По вопросам. У меня есть 5 минут. Я отвечу на ваши вопросы. Если нет еще сайта и не очень знаешь работу в интернете. Татьяна, я очень сильно отличаюсь, кстати, тем, что я не даю технические моменты вообще. Максимально, что я могу сделать, это помочь вам найти ассистента, который будет за вас все делать. И не рекомендую вообще предпринимателям сетевого бизнеса заниматься тем, чтобы рисовать технические моменты, которые для вас будут просто отнимать кучу времени и нести вообще никакого, никакой для вас пользы нести для вас не будут. Вы должны заниматься развитием вашего мастерства, но ни в коем случае рисовать сайты и заниматься техническими моментами. Понимать это можно, но это можно понять только в самом процессе. Окей, так, у нас есть еще буквально несколько мест, кто хотел бы попасть в личный ко мне коучинг. Так, если у вас есть какие-то вопросы, можете еще раз. Так, Андрей Львов, Артем, когда вы второй модуль «Холодный контакт»? Я вчера все рассказал, Андрей, об этом. Вопрос вообще не в тему. Есть суппорт, напиши туда. У нас проверяется в течение суток. Все. Так, друзья, буквально 5 минут. Есть ли у вас еще вопросы? Ссылка неактивна? Странно, у меня активна. Попробуйте еще раз, Светлана. Так, для тех, кто в «Холодных контактах» 2, вы получаете бонусом. Все работает, все открывается. Окей, уважаемые друзья, я для тех, кто не вписывается в образовательные программы платно, для тех, кто не обучается, очень серьезно задумайтесь над вашим выбором в дальнейшем развитии. Я вам рекомендую, если даже вы не вписываетесь сейчас в ажиотаж, обязательно найдите какую-то другую образовательную программу. Я вот прям искренне вам рекомендую, потому что то, что если у вас это убеждение очень сильно вас держит, то вы на грани просто прожигания жизни. Потому что вам нужно, чтобы вас кто-то тренировал, понимаете? Если вы двигаетесь сами, спонсор вас не тренирует. Спонсор вас не тренирует. Вот напишите, давайте, кто не вписывается в программу, почему? Вот ради интереса. Давайте. По поводу денег, давайте не тратить время. Это вопрос. У меня есть видео на Ютубе, как создавать деньги. У нас в компании идет образование. А Лидия, можно узнать, в какой компании? Так, чтобы для себя я... У кого-то нет спонсора. Так, спонсор вам и не нужен, понимаете? У вас у многих спонсоров, которые на день раньше подписался. Так, Лидия мне не отвечает пока. Так, а в холодных контактах два, понятно. Денег еще не заработала и не заработаете. Ну, то есть, для того, чтобы зарабатывать деньги, нужно обучаться и платить потом, получается. Так, было начальное обучение. Понятно. Все, я понял. Тут немножко другого уровня люди собрались. Хорошо, друзья. Я тогда желаю вам самого наилучшего развития бизнеса. Напомню мужчинам, что мужчины должны зарабатывать большие деньги. Самому искать можно лучше... Для мужчин можете лучше не искать. Если вы сами ищете, и у вас нет тренера или коуча, который вас тренирует, можете даже не начинать. Ну, просто не тратьте время на это. Женщины, если вы занимаетесь этим бизнесом, напомню вам, что вы должны быть женственными, легкими, нежными. Вы должны это делать очень, очень легко, очень легко, чтобы вы не должны быть мужиком с яйцами. Вы должны быть очень женственной, легкой и должны это делать. Вы должны правильно. Но в бизнесе есть определенные правила игры. И есть правила игры, которым вы следуете. Есть правила игры, которые вы можете менять. Для того, чтобы менять правила игры, нужно стать законодателем моды. Законодателем моды можно стать только с хорошим тренером. Это так вам на всякий случай. Все остальное – это лига футбола на уровне пивзавода «Рогань». Все остальное – это непрофессионально. Я желаю вам хороших результатов, больших чеков и всего самого наилучшего. Также встретиться с вами желательно на больших пляжах мира, например, там, где Антон, или, может, там, где я. Может быть, вы в Лос-Анджелесе будете, может быть, в Мексике будем. Пересечемся. Всего хорошего, до свидания. Последний раз вам кидаю ссылочку. И пока-пока. Передаю слово обратно нашим ведущим.